Там лента, 126 гектаров. Это вы сами посадили? Ну, с друзьями, со школьниками. О таком хобби, а вернее целой миссии, Владимир Зарянов никогда не думал. Большую часть жизни провел в городе, работал на заводе. Выйдя на пенсию, переехал в деревню. Чтобы убить предель, устроился в лесное хозяйство. Признается, зажал деревья и раньше, но такой масштаб появился после разговора с отцом. Во сне. Сидим как будто за столом. Он говорит, Володь, а ведь там барок был между Молоково, где Молоково, моя родина, сейчас там нет деревни, и Киприно. Был барок. После войны, говорит, пришел, а его нету. То ли знак какой-то подал, то ли что, а я уже посадками занимался. Ну, еще и к Лагиновскому колдыка приехал, говорю, Петрович, надо саженцев много. Те саженцы уже лес, Владимир Федорович говорит. Это его место силы. Здесь спокойно, да и воздух чище. Приезжает сюда часто. Каждое деревце проверяет с отцовской заботой. Своё отношение передает и сельчанам. Говорит, на посадку собирается вся деревня, а дети даже соревнуются. Учителя отбирают только тех, кто хорошо учится. Я знаю, что этот ребенок уже ни спичку, ни окурок не бросит. Сам потому что своим трудом. Сам садил. В 2008-м посадил 50 гектаров. На следующий год еще 50. А в целом их здесь 180. Одни энтузиасты работают с саженцами, другие на тракторах режут на поле полосы. Баронят. Почву тоже надо готовить. Лес появляется на месте пустыря. Раньше здесь было поле. А теперь настоящий хвойный лес. Местные приходят сюда собирать грибы и ягоды. А также здесь теперь живут косоли, кабаны, зайцы, лисы и даже утки. В газеты там посчитают, там садили, там садили. А мне приятно. Как говорится, я первый, наверное, начинал это дело. Владимир Федорович уже местный герой. Пример для подражания. Так, когда-то мальчишки, а теперь уже взрослые мужчины ведут на посадки своих детей. Недостатка земель нет. Расширять леса в интересах местных властей. Владимир Федорович предлагает саженцы. Мы выделяем все неудобные места, земли сельсовета, которые относятся. И засаживаем их, получается, сосенками, листеницами. Вот так у нас вырастают бары. Неудобные – это неподходящие для сельского хозяйства территории. Кстати, в этом году лесники высадили уже более миллиона деревьев в крае. В первую очередь в Ленточном и Обском бару. И в этом есть небольшая лепта таких неравнодушных, как в селе Крутишка. К этой работе активно подключаются неравнодушные местные жители. Они самостоятельно ищут участки, пригодные для посадки деревьев, согласуют их с администрациями, приглашают волонтеров, школьников и высаживают новые леса. Мы со своей стороны поддерживаем такие настоящие экологические инициативы, предоставляем сеянцы деревьев, хвойных пород, выращенных в лесных питомниках. Мне дают они бесплатно. Бесплатно. Ну, сади, что, такие дураки есть. Ну, сади. Все, вопросов нет. Ну, нормально. Мне нравится. Сейчас таких, как Владимир Зырянов, уже больше. В этом году новые деревья появились в Локтевском, Малейском и Тюменцевском районе. И работы у них, видимо, будет много. Недобросовестные граждане рубят даже молодой лес. Ну, и семена потом садят. Вот это потом. Ух ты, блин, а. Кто-то спилил, да? Сволочи. Вот это первое. Ну, я посчитал, 9 штук. Он, вон еще. Да, да, хамуха. Ладно. Нынче я покараулю капитально. Мы насчитали 20 вырубленных деревьев. На смарку больше пяти лет роста. Виновных накажут. И падать духом Владимир Зырянов не собирается. И следующей весной снова высадит сосны. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком.